Северный Арктический Федеральный Университет Полюса сколько километров? Если брать самую северную заставу Нагурского на земле Александра и Архипелага, земля Франции и Иосифа, там полторы-две тысячи будет точно. Это все зона ваших интересов? Это зона наших интересов, наших студентов. То есть зона у вас получается примерно 7 Франции? Ну, примерно так. А как считают студенты? Это разные понятия северный и арктический? Я думаю, да. А в чем разница? Северный, больше как местоположение самого города, Архангельска, арктический. Ну, Арктика есть Арктика, да. Север это более обширная Арктика, именно Арктика. Тебя не пугает это слово Арктика? Нет, меня не пугает, я ж тут живу полгода уже как. Когда я только приехала в Архангельск... Ты откуда сама родом? Из Волгограда. И приехала в Архангельск учиться? Да. На север? Да. Почему на север? Как-то выбор сам пал на этот университет. И что ты поняла? Что это призвание для тебя северный? Ну, нисколько призвание, наверное, тянуло какую-то неизведанность. Арктика, она же малоизучена, такая неизведанная. То есть ты пошла в неизвестность? Да, по факту. Потянула тебя неизвестность? Да. Мне очень нравится Архангельск, когда я в первый раз с него приехала. Мне очень понравился именно Северная Двина, просторы, что дальше нас ничего нет. Только Северодвинск. Здесь заканчивается земля, и отсюда всё начинается. Как когда-то говорил Ломоносов. Великие слова. Великого человека. Сегодня по разным образовательным программам в университете обучаются примерно 24,5 тысячи студентов. И все будут работать в Арктике на Севере. Мы, конечно, готовим специалистов прежде всего для работы в условиях высоких широт. Но мы ведь создавались не на пустом месте, а на плечах тех вузов и колледжей, которые имеют глубинную историю. Исторический федеральный университет был создан на базе Архангельского государственно-технического университета, которому в следующем году исполнилось бы 90 лет. В состав университета вошел Поморский госуниверситет, которому в прошлом году исполнилось бы 85 лет. Вошел лесотехнический колледж, теперь это технологический колледж САФУ. В этом году, в октябре, ему исполняется 125 лет. Значит, но у вас более 20 тысяч студентов. Да. При советской власти все институты вместе взятые не выпускали 20 тысяч специалистов. Я учусь на инженера нефтегазовой отрасли по транспорту и хранению. И вот мой вопрос ко всем. Останешься в Арктике? Хотелось бы, да, потому что проходил практику на Воронрейском терминале за Полярным кругом. Это на самом деле очень интересно. Там сколько в январе? В январе, ну где-то минус 35-40, да. Никого не пугает сегодня слово Арктика? Меня не пугает Арктика. А вот меня пугает, даже не знаю почему. Ну, Арктика на самом деле это мы. Мы это люди. А за людьми стоят научные открытия. А за научными открытиями стоит будущее нашей страны. То есть ты будешь работать именно в арктической зоне? Я уже работаю в арктической зоне. И никуда не уедешь? Нет. Руд. Эти хорошие, только их мало. Вот я тоже так думал. Они в каждом ВУЗе и в каждой школе. Мы другие были, нас вспомним, молодых. Вы правы. Вот в этом возрасте. Я учился в менее статусном ВУЗе. И когда самый талантливый человек дорастает до какого-то уровня, у него возникает вопрос. Или уезжать из страны и работать по специальности? Так. Уезжать из страны? Да. И развиваться по специальности. Или оставаться здесь? У нас тоже есть много возможностей. Это был главный вопрос мой. Даже не есть ли работа. Нет. А если есть работа, но американцы, допустим, американцы предложат более выгодные условия. Уедешь? Нет. Потому что здесь, во-первых, это родные края. Во-вторых, чувство патриотизма, которое воспитано с малых лет. Родителями, университетом, школой. Нужно развивать свою страну. Кто, если не мы, если мы будущее нашей страны? Я сейчас нашла такое место в Архангельске у себя, где мне прям настолько комфортно, и мне не хочется. Я прям прихожу туда, и мне так хорошо, и у меня прям все на душе так складывается. Прям вот тот комфорт, который не везде сможешь почувствовать. Ребятишек не пугает слово Арктика сегодня? Нет, не пугает. Не пугает Арктика? Нет. Вот вообще никак и ничем? Наоборот, интерес только вызывает. Как вызов для себя и интересно. Вызов для себя. Да, то есть попробовать себя в чем-то новом. Когда ты находишься на их нефтебазе, те же самые песцы пробегают рядом. Это очень красиво. Ты архангельц коренной? Да, ну, грубо говоря, да. Может, глупый вопрос? А почему вот так ты полюбила именно Арктику? Вот это самый такой вопрос, который задают мои родители, мои друзья. Естественно. Мужское занятие Арктика. Никогда женщин, прости, что перебиваю, среди исследователей Арктики. На полярных станциях были, но очень как-то мало женщин. Я знаю двух. Иван Дмитриевич Попанин. Пусть полярники меня поправят. Я знал Иван Дмитриевич очень хорошо. Мы не помним, чтобы в окружении Попанина, в его исследованиях, да и в институте, который он возглавлял, было бы много женщин. Когда я училась в третьем курсе, мой научный руководитель предложил мне поехать в экспедицию в Арктику. Я не раздумая согласилась, это было такой авантюрой. Ну, не на Северный полюс, я надеюсь. На землю Франции Иосифа. Франции Иосифа. И знаете, я вот ни разу еще не пожалела. Арктика настолько, она вдохновила меня, настолько направила на путь. Новая земля, мы что знаем сегодня, сейчас, о промышленности? Там ребятишки эти будут работать, студенты сегодняшние. Ну, там, по-моему, уголь добывается. Территория, докладываю, национального парка «Русская Арктика». Самая северная и особо охраняемая людьми, в том числе, природная территория в России. Первая горнорудная компания на новой земле разрабатывает сейчас Павловское месторождение. Павловское, внимание, входит в пятерку крупнейших полиметаллических месторождений России. А учитывая его, Павловского месторождения, минерально-сырьевой потенциал, Россия вот-вот займет лидирующие позиции в мире в этом направлении. Потому-то студенты едут туда на практику. А многие будут там работать. На земле, где Франция и Иосифа. Да, причем условия там суровые, но, получается, ребятам интересно и, наверное, соответствующе. Вот это самое главное. Оплата будет, да. Конечно, есть результат. На новой земле всегда испытывались атомные и водородные бомбы. Это полигон. Там очень неприятный фон. И тебя даже это не остановило? Нет. Или вам не говорили о том, что там полигон? Нет, конечно, говорили. Радиационный фон очень серьезный. Особенно после испытания водородной бомбы. Те на 60 мегатонн взорвали. Хотя Сахаров Андрей Ильич настаивал на 100-тонном взрыве. РДС-37, это вот Кузькина мать, была вообще-то запроектирована и создана на 100 мегатонн. Но 100-миллионную бомбу мы взрывать не будем. Потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Поэтому, значит, это бомба. Ее испытали над новой Землей на мощности 60 мегатонн. Плазма в ионосфере горела 4 минуты. Ударная волна 4 раза обошла земной шар. Уже тогда было понятно, что создано нечто такое, что может вообще исключить жизнь на земном шаре. То есть сдвинуть Землю с орбиты, поменять резко климат, поменять полюса. То есть уже это было осмысление уже в то время. А когда бомба 4 минуты там в сферах горела? Никто не знал, погаснет ли это или нет. Это была вот самая драматическая ситуация. Никто не знал, что может быть вообще никто. Но взорвали. Никто не понимал, в том числе создатели, закончится, так сказать, реакция в ионосфере или нет. То были, конечно, дела давно минувших дней. А между тем, в Северодвинске сегодня сейчас наши современники. Живые легенды города и всей России. Я всю жизнь отдал Северодвинску, ну, 45 лет. Надо обязательно, чтобы студент видел воочию то, чем он будет заниматься в будущем. Результаты показывают о том, что лучший вариант – это совмещение практической деятельности и теоретического обучения. Это называлось завод в ТУЗ. Да, вы абсолютно правы. Сколько, наверное, комбинат существует, столько и существует из сотрудничества с Северным Арктическим Федеральным Университетом. Я доволен выпускниками, поскольку вроде как и мы тут работаем, всем все нравится. Что касается подготовки сегодняшних студентов, мы заказываем работы университету. Все эти работы носят прикладной характер, которые потом применяются и используются на производстве и в технологии Архангельского целлозно-бумажного комбината. Пишется масса магистрских работ, дипломов, докторские. Архангельский ЦБК ведет переговоры и общается со многими кафедрами Северного Арктического Федерального Университета. Нам интересны все специальности, которые на сегодня там готовятся. Это энергетики и теплотехники, это экиповцы, это экологи, конечно же, бесспорно. Более того, мы ведь развиваем на сегодня новое направление. В 2016 году в России был зарегистрирован первый лесной инновационный кластер «Помор и Новолес», который насчитывает у нас уже 37 участников. И вот среди участников, одними из первых, к нам присоединились Северно-Арктический Федеральный Университет. Те, кто закончил по системе завод «ФТУС», так будем называть, они остаются практически все. Наконец-то мы, так сказать, будем заниматься реальной добычей, реальной экономикой. На тех землях, где никогда ничего подобного не происходило. Ты, будучи студентом, я, наше поколение, Шут Саидович, мы бы могли с удовольствием, вот как эти архангельские ребятишки, поехать на практику, на землю Франца Иосифа. На практику, не знаю, в стройотряда мы ездили. Это другое, я тоже ездил. И на Сахалин наши ребята ездили по всей стране. На практику... В болото. Я всегда с восхищением на таких людей смотрел, потому что я понимаю, что там тоже нужны специалисты, там должен кто-то работать, желательно грамотный и толковый. И если есть такие энтузиасты, которые на это способны, надо восхищаться, надо им спасибо говорить. Любое исследование – это тоже риск. Но тем это и интересно. Тебя эти риски не останавливают? Нет. Большое дело – психология. Это тоже надо учитывать. Они работают все это время в одной бригаде. Они с этой бригадой срослись. У них есть шефы-наставники в этой бригаде. Те относятся к ним по-отечески, по-настоящему. Они чувствуют эту заботу и потом никуда не убегают. И таких, как ты, отважных девушек много в Арктическом университете? Есть достаточное количество. На самом деле, в самой первой экспедиции у нас были порядка 70% шло девчонок. 70%? Да. Я уже сейчас работаю в нашем университете. Руковожу центром, который занимается общественными объединениями и инициативами. И хотелось бы продолжать работу в этом русском. И какие же инициативы? На мой взгляд, самой крутой инициативой за последнее время стал общественный форум «Софу наш дом». Форум, на котором объединяются мысли, силы и ресурсы. Сколько участников? Каждый год количество увеличивается. В последний год было у нас более 150 участников. Это студенты и сотрудники университета, которые предлагали свои идеи. Кто выступал перед вами, кто приехал? Перед нами выступали представители университета Сколково, администрация университета. В обязательном порядке она нам ставит задачи, что университет нужно в первую очередь. Мы регулярно в течение последних семи лет ведем мониторинг того, куда выходят выпускники. Примерно 87% трудоустраиваются в регионе. В Архангельской области. В Архангельской области и в соседних областях. Кто-то уезжает в Мурманскую область, кто-то в Коми. Остальные выезжают в разные регионы Российской Федерации и даже за рубежом работают. Мне кажется, Арктика сейчас дает очень большой толчок для развития. Арктический шельф, конечно, но все-таки он не так далеко. Ближе к берегу, не к Северному полюсу, там нефть, там газ. Но Арктика не женский труд. Я учусь на направлении строительства, и мне тоже говорят, что это не женский труд и не женская работа. И что же ты будешь строить в арктической зоне? Военные базы. Новый арктический трелистник. Это годы Сергея Шойгу. У нас в России снова, как это было когда-то при советской власти, появились арктические войска. Российская арктическая группировка – это, по сути, независимая военная база, которая может существовать долгое время автономно. То есть независимая от большой земли. Рассчитывается как минимум год-два. Два года? Полностью. И только телефонная связь или какая-то другая военная земля. Связь, да, передача через спутники. На лединах. Основной находится на твёрдой земле, в районе Новой земли. А вот так представить себе. Два года арктическая группировка, группировка российских войск, не одна тысяча человек, видимо. Мы не знаем, сколько такие данные не разглашаются, но это группировка. Закрытые данные. Два года часть, главная часть базы на Новой земле, а какие-то части на лединах. Да, да. Врачи, интернет, все виды, закрытые виды связи военной, космическая связь, горючая. Два года могут жить автономно. Отличные технологии, конечно, это супер современные технологии. 21 век в полном смысле слова. И всё это российские технологии. Такую технологию на Западе не купишь. Сейчас развивается строительство, там очень активно. Опять-таки, не девичье дело. Мне кажется, если лежит интерес к этому, и с моей стороны, когда я поступила на стройку, мама была очень против. И ты работала летом на стройке? У нас была такая практика. Прям бетон месила? На заброшенном здании мы проводили геологическую и геодезическую практику. Ходили в резиновых сапогах, проваливались по поясу. Прям по поясу? Да, у нас получается, мы на болоте проходили геологическую практику, заходишь в болото. Почему надо на болоте практику? А потому что у нас ведь север, почвы, полно болот. Интересно. Вот прямо могу сказать, интересно, ребята, то, что под руководством, ну, теперь уже вновь избранного президента Владимира Владимировича Путина делается. Ребятам стало интересно. Это и оборудование, и коллектив, и нацеленность. Молодые ребята, они свободны от стереотипов нашего поколения, да? Вот когда нам все должны, нам должны дать жилье. Нет, они другие, конечно. Они абсолютно другие. Опора на свои силы, только. Когда им на встречах в трудовой коллективах, я рассказываю там о том, что у нас нет очереди на бесплатное жилье, они говорят, а что такое бесплатное жилье? Им в голову не приходит, что государство еще до сих пор раздает бесплатное жилье. Последними задачами, которые перед нами ставились, было развитие нашего кампуса и территории университета. Как ее сделать лучше, интереснее для студентов. Какие предложения поступили? Мы своими силами сделали сквер за одним из корпусов. Студенты. Не затрачивая ресурсов университета вообще, сделали отличный сквер со скамейками, где можно пройтись. Да, да, да. Наши девочки высадили там цветы, правда, сложно, приживается на севере растение плохо, но при этом работа проведена, и это очень здорово. И инициатива была самих студентов? Да, это целиком полностью была студенческая инициатива. А правда на это? Вот серьезный разговор. Ну, было опасно на самом деле. Скажи, это школа жизни или все-таки это чересчур? Это правда жизни какой-то, что в жизни не все так просто будет потом. На самом деле у всех остались только хорошие впечатления, всем понравилось. И также мы получили опыт и узнали, что это такое. Ну, мне было очень интересно. У меня просто душа лежит к этому, и мне это нравится. В сегодняшний день все желающие нагородные студенты, а это более трех тысяч человек, обеспечены местами в общежитиях. Их у нас 12, а осенью этого года будет сдано еще одно новое современное общежитие. На 460 мест. Это даст нам возможность отремонтировать старые корпуса и сделать их еще более комфортными для проживания. САФУ один из 27 вузов России, в которых остались свои ведомственные детские сады. Причем, особенностью нашего детского сада «Зоренька» в нем есть ясельные группы, которые принимают детей с полутора лет. В нашем городе единицы садов, в которых есть ясли, поэтому спрос на места в нашем детском саду очень большой. Ну и, конечно, это очень хороший стимул для молодых преподавателей, для того, чтобы оставаться работать в нашем университете. КОНЕЦ Владимир Николаевич Булатов. Георгий Георгиевич Фруменков, Олег Михайлович Соколов. Ну, вообще, можно много-много людей перечислять. Среди них и инженеры, и физики, и химики, и историки. Часть из них занималась глобальными академическими темами, часть очень прикладными. По специальности трудоустраиваются все ребята, которые шли на инженерные направления, связанные, например, с судостроением, с оборонно-промышленным комплексом, со специальностями нефтегазовыми, энергетики, строители. Журналисты у нас все по специальности устраиваются, специалисты по международным отношениям. Даже международные отношения? Даже по международным отношениям. В Архангельской области? Они работают и в Министерстве иностранных дел, и в консульствах. Вы счастливый человек, госпожа ректор. Дело вашей жизни не то, что не рассыпалось в 90-е годы, но каким-то чудом вы, вы педагоги, сохранили школу. Ну, я бы сказала, что это такая комплексная, кропотливая работа не только вуза, но, конечно, и правительство Архангельской области, глав муниципальных образований. Скажите, пожалуйста, вот 90-е годы, когда все ушло под нож. Я их помню прекрасно. 262 крупнейших заводов России ушли под нож, как завод Ухтомского в Люберцах. Машина для сельхозработы не нужны оказались в России. 262 завода, младореформаторы в эпоху Бориса Ельцина пустили под нож. Владимир Путин, он сам удивился, узнав цифру, 187 предприятий вместе с командами, то, что осталось от команд в регионах, директоров, руководителей местных, районных руководителей, областных, как в Хабаровске и Шаеве, Путин вернул 187 предприятий в строй. Отсюда сегодняшние успехи нашей в оборонке, ракеты Академика Соломонова, они отодвинули наши сегодняшние ракеты твердотопливные, третью мировую, навсегда. Вы знаете, я, откровенно говоря, слышу впервые, да, вот эту цифру. 262 завода, руины, как у Хтомского предприятия, знаменитейшие сельхозмашины. Да, да. Руины. Вот как-то незаметно. Но вернул. И не было такого шума, что да, вот все легло. Ни одного фильма о возвращенных заводах какой-то ценой нет. Ну вот я бы сказала, что вообще Север России всегда был оплотом государственности. Тот же город Северодвинск, который в советское время был закрыт, и вдруг закончились заказы военные. Но, вы знаете, вот эти красные директора, очень сильные, мощные мужики. Особенно там, да. Сумели невероятными усилиями сохранить предприятие, сохранить коллективы. Не только красные директора, дорогая Алина Владимировна. Самый страшный на моей памяти рассказ Юрия Лужкова о том, как Москва спасала Севмашзавод. Совершенно верно. Лужков был в то время регулярно в Архангельске. Не просто был. Шествовал на Северодвинском, на предприятиях. Это кажется сегодня дикостью. Но Москва на Севмашзавод заказала две атомные подводные лодки. А знаете, что больше всего, как сейчас модно говорить, пробило Юрий Михайлович? Он сам рассказал об этом не так давно. Вы знаете, мы там несколько лет кормили всех детей Северодвинска. Да. Москва выделила первые деньги на Юрия Долгорукий. Крейсер наш. Москва выделила деньги на крейсер Москва, который был предназначен к разрезке, как один сказал, на иголки распилить. Крейсер Москва сегодня флагман Черноморского флота. А его была уже установка распилить и сдать на металлолом. Хороший металл, много металла там. Дети в Северодвинске бегали по Севмаш предприятию, по этим грандиозным цехам, где делалась вся эта подводная лодка. И там все это опасно. Дети свободно бегали по совершенно секретному предприятию. Абсолютно свободно. Вы знаете, я подошел к одной женщине и спрашиваю, слушай, чего здесь пацаны-то бегают? Юрий Михайлович, мы не получаем зарплаты. Нам дают только обеды. Мы не можем детей отправлять в школу, потому что их нечем кормить. Они приходят сюда вместо школы, и мы им часть своих обедов даем. И таким образом мы их спасаем. Но они остаются без школ. Выживали сложно и тяжело. Мы, например, вот с Пашаевым, герой России, директор Севмаш, к царству небесное ему, придумали свои деньги. Под эти деньги завозили продукты с Украины, с Белоруссии, с Молдавии. Потому что Рэм Иванович Вяхерев, тогда он был начальник Газпрома, он сказал, денег у меня нет и не будет, а продуктов очень много. Мне должны все эти республики, и вы можете делать взаимозачет. Вагонами, поездами целыми привозили продукты, на территории завода или рядом их продавали. И люди были, ну, довольны по тем временам, потому что это было средство выживания и спасения. Многие люди спасали. Конечно, многие. Нам в то время очень помогал Лаверов Николай Павлович, он наш земляк. Академик Николай Лаверов. Да, и был в то время вице-президентом Российской Академии Наук. Он регулярно приезжал в регион, у него же там родовое поместье. И вот вместе с ним мы тогда создавали Архангельский Объединенный Научный Центр. Я сама ведь 11 лет проработала в правительстве Архангельской области от начальника отдела науки высшей школы до вице-губернатора по социальным вопросам. Какой ценой? Вот скажите мне. Ну, ценой больших усилий, большой постоянной работы. С людьми, с предприятиями, с налаживанием контактов и связей, с научными центрами, институтами, расположенными в разных уголках Российской Федерации. То есть жизнь заставляла работать 24 часа в сутки? Да, но это было нормальное состояние, так работали все. Кому была дорога Россия, кто реально и остается патриотом нашего государства. Даже мысли не было о том, чтобы изменить свою жизнь или бездействовать. Или подчиниться обстоятельствам. Все понимали, что вот рано или поздно ситуация изменится, но нужно приложить усилия, терпеливость, настойчивость определенную. И только вместе можно что-то изменить. У России сегодня есть возможность быстрого и энергичного развития. Если мы начинали в 99-й год 18% от американского уровня по доходу на душу населения, то сейчас у нас 44%. А это значит, что с 14 по 20-й год мы имеем возможность развиваться очень быстро, не трогая население, не трогая потребление. Потому что если вспомнить конец 19-го, начало 20-го века, рывок Россия делает индустриальный. За счет чего? За счет крестьян. Индустриализация. Снова за счет резкого снижения потребления населения. Послевоенный выход, это чудо тоже произошло послевоенное, правильно? Это чудо было за счет населения было сделано. Сейчас впервые мы можем провести рывок. Почему? У нас только золотовалютные резервы больше полтриллиона долларов. Это колоссальная сумма. Откуда ты родом? Ленский район Архангельской области. И ты решил стать философом? Да. Сразу? Еще в школе? В то время как раз соцсети приходили, я много читал их идеи. Кто был тебе ближе всех, интереснее всех? На самом деле мне нравится Аристотель, вот то, как он рассуждает на государствах. Античный мир. Античный политический мир. У нас семь высших школ и три филиала. Филиалы находятся в городе Северодвинске. Подготовка специалистов для обороны промышленного комплекса и для предприятий. Это Архангельская часа? 30 минут на машине, рядышком. Дальше есть филиал на юге области в городе Коряжме. Там Котловский циррозно-бумажный комбинат, принадлежащий группе «Элим». Кстати, производящий единственный в России очень высокого качества мелованную бумагу. Конкурентоспособную на мировом рынке. И у нас есть филиал в городе Нарьинмаре. Это Ненецкий автономный округ. А почему не в Архангельске сделать все сразу? Зачем нужны филиалы? Эти филиалы максимально приближены либо к предприятиям, либо к той территории, где необходима программа дополнительного образования. Как Нарьинмар. Вообще, выпускники Нарьинмарских школ Ненецкого округа они обучаются в нашем университете, либо в Головном вузе, либо в Северо-Адвенском филиале по разным направлениям подготовки. Я на первом курсе уже, в первом семестре, понял, что не зря поступил в Северо-Адвенский федеральный университет. И кем ты будешь? Я буду специалистом в сфере государства муниципального управления. Потому что я сам из студенческих отрядов, и мне важно будущее вообще от организации и вообще всей молодежи в стране. Университет сегодня является одним из ведущих учебных заведений, которые ориентированы на исследование проблем Севера и Арктики. Конечно, сегодня этому региону придается очень большое значение. Это не только из-за шельфа? Не только. Шельф – это, конечно, очень важно. Но важна еще и национальная безопасность. Потому что если посмотреть на глобус, прочертить мысленно, не дай бог, конечно, траекторию валютических ракет, путь через Северный поле является самым коротким. Поэтому наши стратегические противники это понимают и разворачивают силы в этом районе. Мы, как федеральный университет, имеем право разрабатывать свои стандарты образовательные. И мы пошли таким путем, например, с объединенной строительной корпорацией и предприятиями Северодвинска. Мы разработали свои образовательные стандарты по четырем направлениям подготовки, связанным с оборонкой и судостроительным комплексом. ПИЗ-завод их принял, одобрил, вы в кооперации. Более того, закупка оборудования, модернизация лабораторий. Предприятия Северодвинска очень нуждаются в рабочей силе. То рабочей. Там нет разнорабочих. Там есть специалисты со среднеотехническим образованием и высшим образованием. Каждый человек, работающий на том или ином участке, во-первых, он обязан иметь соответствующие допуски, во-вторых, очень высокий уровень квалификации, потому что он персонально отвечает за ту деталь или за тот участок атомной подводной лодки, который он делает. Я правильно понимаю, что у вектора Кудряшовой выдающаяся преподаватель. Она не просто сохранила школы и коллективы, а это уровень сегодня выше, даже чем при советской власти обучения. Безусловно, безусловно. Потому что раз этот университет был середнячком средне очень большого количества сотен региональных высших учебных заведений. Сегодня это университет со своими научными школами. Трагедия удалось привлечь специалистов с первого класса абсолютно по многим направлениям. Она, женщина, очень энергичная, инициативная, пассионарная. Поэтому, конечно, университету повезло, что она возглавляет в течение уже нескольких лет этот университет. Она пользуется авторитетом и большой симпатией человеческой у людей, которые занимаются наукой и образованием в нашей стране. Вообще сейчас очень хорошая молодежь в ВУЗ приходит, целеустремленные, понимающие, чего они хотят, старающиеся как можно больше образовательных программ взять. Ну вот скажите, в 90-е годы вы могли себе представить, вот такие дети в итоге у нас появятся после 90-х годов? Как сегодня? Я на это надеялась, понимая, что все в этом мире циклично. Веру не теряли. Потому что в 90-е годы студент был другой. Была иллюзия того, что можно прийти, получить диплом, заплатив определенное количество средств. Ничего не делать. Диплом должен был быть как символ какой-то социальной нормальности. В Архангельске очень ценят молодых людей, в том числе в САФУ. Конечно же, это главное. Так и есть, ты убедилась в этом на своем примере. Да, я убедилась в САФУ. Очень ценят студентов. И вот теперь я стала послом Победы. Гордишься этим? Я горжусь, безусловно. Я единственный посол Победы от Архангельской области в Москве. И еще одна девушка у нас в Петербург поехала. А что такое посол Победы? Посол Победы – это Российское общественное движение «Волонтеры Победы». Проводится конкурс. Отбирается 100 лучших в Москву и 100 лучших в Питер со всей страны. Мы ожидали от этих детей, что они будут вот такими, не бояться, вообще трудностей не бояться? Это... Мы ожидали? Нет, нет, не ожидал. Я не ожидал. У нас несколько типов молодежи. Кто-то ужасно боится трудностей, как никогда. Кто-то совсем не боится. А больше кого сегодня? Безусловно, есть патриотическая молодежь. Безусловно, ее много. Наверное, она большинство. Но есть и другая. Этот раскол есть во всем мире. У нас возник глобики, слой граждан и молодежи, которые смотрят только туда, ориентируются только на ту культуру. И возникли вот эти вот автохтоны, патриоты. Они очень сильно разделились. Крым сыграл свою роль? Да, огромную. Огромную. Крым сыграл огромную роль. Тектоническую. Скажи мне, вот когда ты поступил в Архангельский университет, твои одноклассники в областном городке завидовали тебе или очень завидовали? Или все куда-то поступили? Многие поступили, многие... Вот это меня поражает. Почти все выпускники сельских школ поступают в высшие учебные измерения. Ну, потому что нас очень сильно готовят. Характер формирует географию. Согласен полностью, да, согласен, да. Или русский человек не может без ощущения собственной цели какой-то? Ну, цель должна быть, мне кажется. Зачем? Что ты будешь делать потом? Даже цель каждый день, ты все выстраиваешь. И твоя цель строить? Да, мне хочется, это добро. И высшее образование почти у всех? 85% моих одноклассников, хотя я из маленького города, поступили в университет. И тем не менее, завидовали тебе, когда ты стал учиться в Архангельске? Завидовали, наверное, тому, что я поступил в САФУ и тому, что учился именно на нефтегазовом деле. Слава об университете на весь север? Естественно, по области точно. Ты уже, пожалуй, на всю страну. Да, да, конечно. Да. У нас на первом форуме появилась идея сделать студенческую кофейню, место, где можно выпить вкусный кофе и студентами посидеть, отдохнуть между парами. И недорого. Что тоже немаловажно, да. Сделали? На первом этаже главного корпуса теперь открылась студенческая кофейня, ей руководят только студенты. И в кофейне работают только студенты. Ну какая цена за чашечку? Капучино 90 рублей. Это значительно ниже цены по городу средней. Примерно. Когда перелом произошел? Вот приходит Путин в 2000-е годы, все равно продолжается какая-то история 90-х. Я думаю, что все-таки Путин, как президент, вот начал выстраивать очень четкую и стройную систему. И мне кажется, что в сфере высшего профессионального образования где-то с 2005 года. А что Путин сделал самое главное, на ваш взгляд? Он стал очень серьезное внимание уделять науке, профессии преподавателя и учителя, потому что нужно было поднять престиж этой профессии. И он, конечно, поставил задачи подготовки высоко квалифицированных кадров здесь, в России. Одно время очень активно выезжали за пределы нашего государства. Не то слово. Вся силиконовая долина в Америке. Совершенно верно. Наши ученые. Но потом появились президентские гранты, по которым можно было выехать. Если бы Путин появился не в 2000 году, а на 5-7 лет позже, и вот это выстраивание концепции программы и появление Путина в университетах, в Академии наук, вот еще 5-7 лет, нам бы было бы конец. Все случилось, как случилось. 2000 год, он явился переломным, точно было подхвачено, точно было сохранено то, что лучшее создано предшественниками, был взят перспективный вектор на то, чтобы молодежь втянуть в эти процессы, создав хорошую базу в виде тех же грантов, конкурсов, повышенных стипендий президентских, создания новых лабораторий. То есть все для молодых. Сколько всего было сделано за эти годы? 220-е распоряжение правительства мегагранты, 218-е уникальные научные проекты, вузы с предприятиями крупнейшими, российскими. И сегодня мы просто видим, если посмотреть на карту России от Калининграда до Дальнего Востока, везде есть очень мощные точки роста. Мы дружим с Московской школой управления Сколково. На их базе провели уже несколько программ. Арктический вектор стратегии развития САФУ, стратегии развития Архангельской области, где участвовали представители правительства Архангельской области, наши университеты. На базе университета уже 16 стратегических сессий. То есть у меня через страт-сессии, через вот эту командную работу, умение говорить на одном языке, ставить одинаковые цели, решать одинаковые задачи, понимать друг друга, вот прошло, наверное, человек 300. То есть вы действительно счастливый человек. Вам есть что предъявить? Думаю, да. Я человек счастливый. А если бы вам сегодня предложили, после всех испытаний, проблем, решений, проблем, мытарств, возглавить университет, вы согласились? На этом этапе жизни, безусловно, университет – это неотъемливая часть моего «я», личности. Это естественно. Ну а потом дорогу же оселит идущий, правда? Не бывает, чтобы все было гладко, как по маслу. Для того, чтобы понять вкус того, что ты делаешь, нужно пройти через разные испытания, почувствовать и горечь, и перчинку. Поэтому, наверное, да. Согласилась бы.